В любом случае, ведь нельзя сбросить со счетов, что он активизирует этот военный конфликт, завозя боевиков из Сирии. Они же под его контролем были бы. Здесь же это основной вопрос. Потому что и президент Азербайджана, и руководитель Турции говорят, нет там никаких боевиков. Мы начинаем цитировать структуры, которые мы раньше надухнили, чтобы у нас в прессе на полном серьезе цитировали какую-то сирийскую обсерваторию, которая сидит в Лондоне и прославилась фейками, а у нас вдруг пытаются это привести как легитимный источник информации, но это смехотворно. Один момент, когда говорит руководитель нашей службы внешней разведки, да, это вызывает большое уважение. Нет, это те люди, которые... Нарышкин не может узнать все. Да, это та ложка дегтя, которую не надо никуда добавлять. Потому что сирийская обсерватория по правам человека, мы помним все, что они врали, как они врали и где они врали. То есть о них даже упоминать смехотворно. Но выясняется-то, что происходит. Европа молчит, Европа боится Турцию. Потому что Турция может в любой момент открыть краник, и туда хлынут мигранты в диком количестве. И Европа не приняла ни одного строгого шага, ни одного действия. То есть турки чувствуют себя абсолютно во льгот. Конечно. Но для нас есть красные линии, они понятны. Первое. Очевидно, иностранные террористы. Это недопустимо. Второе. Для чьей-то турецкие войска. Что ты говоришь? Любые террористы недопустимы. Нет. Но у нас есть понимание. Участие сирийских боевиков – это импульс тем спящим группировкам, которые находятся здесь. То есть у нас просто очень чётко есть понятие, что такое международные террористы, какие международные террористические организации. В российском законодательстве это чётко прописано. У нас есть группировки, которые попадают. Поэтому мы здесь очень чётко понимаем, о чём говорим. Спасибо.